Виталий, приветствую тебя на очередном совместном баттле, который предназначен для того, чтобы с двух плоскостей с позиции фундамента и техники взглянуть на то, что на финансовых рынках творится и происходит. Мы традиционно даем торговые рекомендации по тому, что нам кажется актуальным сейчас. Думаю, что ты со мной сегодня согласишься, что у нас день-то обещает быть интересным, может быть не таким интересным, как пятница, когда выйдут данные по Non-Farm Parals и все точно придет в движение. Но сегодня у нас своего рода репетиция перед Non-Farm. Это отчет ADP, частная оценка тоже ситуации на рынке труда и данные по запасам нефти. Поэтому, с твоего позволения, сегодня в качестве рекомендации я возьму как раз нефтянку перед выходом данных по запасам и еще взгляну на перспективы британской валюты. Вот в прошлый раз, ну, я прям могу перейти к демонстрации. Так, секундочку. Вроде как должно уже было пойти. Да, все видно. Отлично. В ходе нашего с тобой совместного стрима в прошлый раз я давал рекомендацию по фунту sell limits с отметки 1.24.90. Ну, вот жаль, конечно, чуть-чуть мы до нее не дотянули. Там буквально несколько фунтов осталось. Я лукавить не буду. Собственно, поскольку мы до цели по этой отложке не достали, в сделку я не заходил. Но у меня есть ранее открытый sell по фунту, потому что я, в принципе, традиционно отношусь к этим трейдерам, которые считают, что фунт, он, пожалуй, один из немногих рисковых активов, который точно уж не отработал тот потенциал, который ему был ранее заготовлен для оснижения. И сейчас все-таки снижение продолжается. Я предлагаю подкорректировать точку входа, перенести отложку, заменить, точнее, формат отложки sell limit на sell stop и отправить его на уровень 1.24.20 в качестве стоп-лосса. Можно поставить на отметку как раз прошлой отложки 1.24.90. Ну, а take profit я тут, друзья, вас ограничивать не буду. Мои цели 1.20 с копейками. Почему я так скептичен в отношении британской валюты? Потому что фунт точно уж не отработал потенциал снижения, который должен был отработать, особенно после того, как вышел целый блок статистики по активности в производственном секторе и сфере услуг. Сфера услуг буквально накануне, повторюсь, это 80% экономического роста, там рекордное падение. Промышленность и сектор услуг на дне лежат, и, разумеется, это позволяет нам спекулировать на возможности новых мер экономического стимулирования. Вот жаль, что у нас не будет возможности с тобой, Виталий, увидеться завтра, потому что завтра заседание Банка Англии. И, исходя из того, что вышла плохая статистика, я жду, если не каких-то конкретных действий от Банка Англии, то, по крайней мере, смягчение именно риторики и анонс того, что изменения могут произойти в будущем. Поэтому этой риторики, я думаю, будет достаточно, чтобы спровоцировать еще больше распродажи британца и как раз приблизить его к тем целям, которые я подставил. Какие изменения могут быть? Ну, вряд ли это снижение процентной ставки, вряд ли это изменение программы количественного смягчения. Ну, вот, например, изменение ассортимента покупаемых облигаций, как это может произойти очень скоро в рамках валютного блока, в рамках ЕС, это вполне реальная мера. И сегодня я настраиваюсь на то, что данные по рынку труда США выйдут плохими, они не могут выйти хорошими из-за того, что мы видели предварительные отчеты по заявкам на пособие по безработице. Поэтому при логичном раскладе, все-таки это доллар, чем хуже выходит статистика, тем выше шанс увидеть укрепление американца из-за его защитных свойств. То есть против фунта сегодня могут активно действовать также и позиции покупателей доллара. Следующая идея. В прошлый раз я рекомендовал покупать биткоин через отложку buy limit 8 550, но вот фактически вот примерно на вот этом уровне мы с тобой вещали. Ну, в принципе, до отложки тоже не дотянули, потому что рынок больше коррекции к этому значению не дал. Но сейчас биткоин растет. Я повторяю, друзья, то, что возможно, то, что мы наблюдаем сейчас на рынке криптовалюты, это начало нового ралли, которое приведет к удвоению текущей капитализации рынка биткоина. И, соответственно, по ожиданиям мы легко сможем увидеть и 18 тысяч, и повыше. Не поздно еще купить. Я считаю, что рынок криптовалют – это очень рискованная спекулятивная среда и, наверное, среда, в которой все-таки нужно сейчас действовать. Раньше у нас была стоямба, сейчас биткоин растет, но не упускайте возможности приобщиться перед хаулингом к этому ралли. Вторая идея, помимо фунта, ну и роста рынка криптовалют – это сегодня по нефти. Мы забрались на это высоко, и, соответственно, я считаю, что коррекции не избежать. Предлагаю уровень селл-стоп с отметки 30-40, забросить, опять же, в качестве стоп-лосса уровень на хаи примерно 31-50, а ждать снижения, возвращения в район 27 и ниже. Сегодня в 17.30 выйдут данные по запасам. Если сравнивать их с оценкой API от американского института, накануне, собственно, этот институт просигнализировал о том, что запасы выросли на 84 миллиона, сегодня есть риск увидеть точно такие же показатели уже от официального ведомства. Рост запасов – это фактор, который традиционно приводит к распродажам нефти, но сейчас рост запасов, он еще интересен тем, что хочется получить доказательство полного истощения свободных мощностей для хранения нефти в Кушинге. Сегодня мы их точно получим. И для тех, кто сомневается, что рынок нефти будет снижаться, напоминаю, что в минувшие выходные всем известный Уоррен Баффетт продал, опять же, свои пакеты участия в акционерных компаниях авиаперевозчиков США только потому, что он не верит на скорое восстановление экономики и не верит в то, что удастся воздушным судам подняться в воздух. А, собственно, спрос на топливо со стороны авиационной промышленности – это главная лакмусовая бумажка спроса на нефтянку. В общем, здесь только селл, короткие позиции. Рекомендацию я отдал – это селлстоп с отметки 14.40. Виталий, тебе передаю слово. Итак, приветствую, Артем. Приветствую всех, кто нас будет смотреть. Вопрос хотел у тебя уточнить. Ты сказал, что Уоррен Баффетт продал акции, я это тоже слышал, но я не уточнял информацию, когда он их продал. Я так понимаю. Это отчет, получается, отчет 3 месяца назад, получается, данный за квартал назад или по-текущему он продавал? Он продавал их на прошлой неделе, и я делаю вывод об этом по тем убыткам, которые он понес. Ну, примерно прикинул по капитализации, потому что он, в принципе, в открытых источниках держал свою активность инвестиционную. Я думаю, что это было либо в середине, либо в конце прошлой недели. А то, возможно, он продал, как этот, Бобби Акселерот еще до падения, да, акций? Ну, это не та история. Я понял. Так, хорошо, делаю демонстрацию экрана. Так, скажешь, будет видно или нет? Да, видно. Итак, по нефти. Марки Брэнд. Пройдемся, в принципе, по тем идеям, которые я давал в прошлый раз, и дам новые идеи на сегодня. Итак, в прошлый раз я рассматривал покупку нефти, говорил о Лайт, но давал рекомендации по Брэнд. Так, отметочка покупок в понедельник была в районе 25-60, вот в этой зоне. То есть мы торговались как раз утром на минимумах. И, в принципе, кто смотрел нас в записях, было возможность здесь несколько часов торговались. Была возможность купить. Даже в течение дня мы даже возвращались в эту зону. Со стоп-лоссом я ставил в район 24-50. И, в принципе, с этих уровней я называл цели, это хай, получается, 28. То есть в эту зону это первый профит 28, и второй профит я ставил в районе 30. Как мы видим, мы даже сделали больше вчера, где-то в районе, так получается, хай, где-то 31,5, да. То есть достаточно хорошо отросли, практически 500 пунктов. И, в принципе, я еще давал рекомендации, кто смотрел нас на прошлых битвах, скажем, комментарий давал о покупках тоже нефтемарки Brent в районе там 22-23. В принципе, с этих значений подросли на практически 50%. Поэтому идея, я считаю, очень хорошо отработалась. Дам просто комментарий. Сейчас по нефти Brent мы с учениками повыходили с покупок. На текущий момент не вижу каких-то идей, потому что у нас нет набора позиций. То есть рынок должен лисать, скажем, от набора позиций. В таком случае понятно, куда мы, возможно, скорее всего, пойдем, да. Сейчас у нас вчера отросли, пойдет ли сегодня коррекция, или мы пойдем вверх и потом на коррекцию. То есть это очень сложно сказать. Поэтому сейчас буду вне рынка по данному инструменту. Дальше. Давал также рекомендацию в шорт по доллар-иене. То есть, получается, по понедельник мы торговались где-то в этом районе 106.70. Давал я селл-лимит 106.90. Мы его добили ближе к вечеру. Стоп-лосс я ставил 107, если не ошибаюсь, 20 где-то вот сюда. Как альтернативу еще предлагал стоп поставить чуть побольше, потому что могли немножко вынести. Но, как видим, мы не повыносили эти, скажем, стоп-лоссы, хорошо зацепили лимитку. И, в принципе, я ставил цели. Первая цель – это 106.40 где-то на этих минимумах. И вторая цель – это было, скажем, ну, пониже там, скажем, там область падения, есть куда падать. То есть, в принципе, кто смотрел рекомендации, шортил доллар-иену, в принципе, он может дальше удерживать позицию. Конечно, часть нужно зафиксировать. И можно без убытки поддержать данную позицию. Что у меня было? Я тоже ставил лимит. Расскажу о себе. Но я его убрал. Я не торговал доллар-иену, потому что именно в понедельник, вторник, я, скажем, кинул глаз на доллар-франк и евро-доллар. И работал на силу доллара в этих инструментах. Франк покупал, скажем, в понедельник, а евро шортил вчера. И, в принципе, ну, так интродэ это было, скажем, франк-свинг получился, там, два дня удерживали позицию. Евро-доллар в течение дня, он вчера хорошо обвалился. Поэтому, скажем, доллар-иену я не торговал, но, в принципе, идея отработалась. Дальше. На текущий момент какие идеи у меня будут? Это покупка австралийского доллара. И покупка новозеландского доллара, скажем, я думаю, что уже в прошлой битве, да, профиты хорошие по нефти, по иене, в принципе, можно дать и стоп-лоссы какие-то сегодня потенциальные, да. Поэтому предлагаю купить австралийский доллар с текущих, это 0.6440, со стоп-лоссом 0.63. Пусть будет 85, ну, это большой. Конечно, хорошо бы купить где-то ночью, но если сюда цена не упустится, то пусть будет по текущим. Пусть будет стоп-лосс 0.63.85. И профит поставим на перехай вчерашний, получается, так, сейчас не вижу, мешает. Ты можешь сдвинуть это окошко. Да-да, я сдвинул его. 0.64 пусть будет 75, такой небольшой первый сейф. Потом можно стоп-лосс подтягивать. И второй профит пусть будет 0.6540, вот где он получается, ну, где-то вот сюда. Это 100 пунктов. Ну, посмотрим, то есть нужно тралить вот эту позицию, если она будет идти в нашу сторону. Плюс, как ты отметил сегодня новости, а там уже, если будут какие-то коррективы, я, в принципе, в пятницу буду проводить открытый микрофон, возможно, какие-то коррективы будут по этому инструменту. И новозеландский доллар аналогично покупка, ну, такие цены, какие есть, лимитами входить не буду. Я люблю больше по рынку входить, скажем, наслаждаться открытием позиций по рынку, нежели давать это компьютеру делать. То есть покупка 0.60, ну, текущая цена 65, со стоп-лоссом 0.6015. Пусть будет, потому что, конечно, можно по-за минимум спрятать, потом вдруг на новостях будут какие-то шпильки. Хорошая цена покупки лимитом, но купим по текущим. И профит пусть будет 0.6095 и дальше 0.61, там, условно, так получается, 35 пусть будет, да. То есть вот эти две покупки, плюс вижу пока по этим инструментам возможен лонг. И плюс могу дать комментарий по фунту. Вот тебе лимитка стояла, да, повыше. Я, кстати, вчера его шортил, но зафиксировал сегодня небольшой профит, потому что, скажем, я вижу, возможно, падение с текущей, как ты отметил селстопом, да, что будем пробивать вниз, полетим. Но, скажем, подожду по фунту и, скажем, движение в пятничное, да, то есть что там будет на нонфармах, потому что здесь есть набор позиций, в принципе, шорт, но очень маленький. Хотелось бы, чтобы мы повыносили вот эту зону 24.80. Если мы ее вынесем хорошо, так в район там 25, возможно, плюс-минус, там уже по факту буду смотреть. И дальше какое-то, возможно, снижение. Уже буду по факту смотреть в пятницу. И, в принципе, потому что что мне смутило, почему я вышел с фунта, вижу, как сказал австрийский и новозеландский доллар в лонг, и, ну, я не исключаю его и падение. Так как евро-доллар уже отпадал свое хорошо, и франк отрос, поэтому здесь, возможно, какие-то коррекции будут. И там сегодня у нас среда, четверг, и уже пятница будем падать, как вариант. Поэтому жду и по фунту, возможно, коррекцию, дальше падение. И уже буду смотреть, какая это коррекция будет по фунту, по евро. Она будет коррекционная в шорт, или это будет какой-то набор импульсов в лонг дальнейший, то есть там глобальный какой-то рост. Поэтому, кто наши битвы с тобой смотрит, понедельник, среда, есть возможность посмотреть еще открытый микрофон со мной, пятницу, там уже, если будут какие-то идеи хорошие, я тоже их буду давать. В принципе, на этом все. Спасибо тебе, Виталий. Ну что, давай тогда следить за рынком. Увидимся мы с тобой в понедельник. Соответственно, уже будет возможность разобрать ситуацию и с нон-фармами, и с заседанием Банка Англии точно будет о чем поговорить, тем более, что понедельник – это начало новой недели и новые возможности. Тебе хорошего закрытия недели и хороших выходных, друзья. Также всем тем, кто нас просматривает, точно таких же профитов, как и Виталию желаю. Спасибо. До свидания.